Вчера президент Зеленский давал большое интервью, много было времени посвящено нашей переговорной позиции. Как вы считаете, насколько эта позиция является адекватной с точки зрения развития дальнейшего государства? Я считаю, что ту переговорную позицию, которую заняла сейчас наша страна, это абсолютно правильная переговорная позиция. И действительно, я абсолютно солидарен с нашим президентом Владимиром Александровичем Зеленским, который считает, что Североатлантический Альянс не готов принять Украину в свои ряды. Более того, мы увидели, как в течение прошедшего месяца Североатлантический Альянс, куда активно стучалась наша страна последние годы, не удосужился даже вести беспилотную зону, чтобы защитить украинское небо от российских оккупантов и российских агрессоров. В этой ситуации необходимо трезво мыслить, искать альтернативные формы обеспечения территориальной безопасности и государственные суверенитеты Украины. На мой взгляд, Владимир Зеленский предложил уникальную формулу, которая предусматривает некую альтернативу НАТО. По сути, Украина получает то же самое, что Украина бы получила, будучи членом Североатлантического Альянса. Если нам удастся увлечь как можно больше государств-гарантов, а не только членов Совбеза ООН, для участия в качестве стороны предстоящего договора о безопасности Украины, это может создать прецедент и вообще поставить под вопрос дальнейшее существование НАТО в условиях, когда есть более эффективные формы обеспечения коллективной безопасности, на примере Украины. И, конечно, сейчас мы только можем гадать, как отреагирует НАТО, если, например, российский агрессор, российский оккупант нападет на прибалтийские государства, либо на ту же Польшу. Учитывая позицию НАТО в вопросе российской агрессии против Украины, я не могу с уверенностью сказать, что завтра НАТО будет защищать прибалтийские государства и ту же Польшу. И наши партнеры из Прибалтики, из Польши, которые испытали на себе 50-летнее советское ИГО, они прекрасно это понимают. Именно поэтому, в отличие от других членов НАТО, они с самого начала выступали за передачу Украине необходимого вооружения, необходимых летательных аппаратов и за то, чтобы закрыть небо над Украиной. Но НАТО это не сделало. Мотивирует это тем, что на Украину не распространяется пятая статья о коллективной обороне. Я не уверен, что если бы российская агрессия коснулась восточноевропейских членов НАТО, НАТО повело бы себя по-другому. Поэтому тот план, который предложил Владимир Зеленский, он абсолютно оправдан. При этом очень важно, чтобы действительно этот план был, гарантии были ратифицированы всеми гарантами. И чтобы мы имели реальный механизм защиты нашего территориального суверенитета, а не второй Будапештский меморандум. Это совершенно точно. Безусловно, Украина уже победила российского агрессора. Мы видим, как российский оккупант бежит с поля боя. Украина побеждает, но Россия всегда будет угрожать Украине. Именно поэтому Украине необходимо иметь сильную армию. И даже если у нас будут гарантии безопасности, лучшие гарантии безопасности для Украины от российского агрессора, безусловно, будет сильная украинская армия. Поэтому нужно будет эту силу наращивать. Но с точки зрения участия других акторов в этом процессе, конечно, это абсолютно правильная инициатива, потому что она позволит сбалансировать интересы разных сторон и увлечь в этот процесс не только таких крупных игроков, как Великобритания и Соединенные Штаты Америки, но и, например, такую страну, как Турция. Президент Эрдоган давно претендует на статус и особую роль Турции не только в Черноморском регионе, но и в том числе в НАТО, поскольку, напомню, Турция на протяжении последних 50 лет являлась членом НАТО. А с другой стороны, мы знаем, что диктатор Путин боится Эрдогана и неонакратно это уже демонстрировал. Вообще у диктатора Путина есть природный страх перед всеми жесткими лидерами, такими, какими является, безусловно, Эрдоган. А с другой стороны, мы видим, как Стамбул стал очень эффективной платформой для переговоров между двумя сторонами. Поэтому участие Турции, как одного из гарантов безопасности Украины, представляется очень важным. Кроме того, благодаря тому, что Турция закрыла проливы, нам удалось обезопасить себя, проникновение российских вражеских суден в акваторию, украинскую акваторию Черного моря. Наверняка руководство страны-агрессора отлично понимает, что по сути то, что предлагает Владимир Зеленский, это фактически является вступлением Украины в НАТО, то, что вы сказали, да? И вот с этой точки зрения, что руководство страны-агрессора понимает, что фактически им предлагают лишь формально сохранить лицо в этих переговорах. Насколько вот эта переговорная позиция наша является перспективной? Насколько готова Россия на нее пойти? У страны-агрессора Российской Федерации не будет другого выбора, кроме как пойти на вот это соглашение. И мы сейчас видим, как Россия ухватилась за переговоры в Стамбуле и сделала хорошую мину при плохой игре, как бы выводя войска с Киевской и Черниговской областей. Хотя стало уже очевидно, что российская оккупационная армия разбита украинскими защитниками, она по сути бежала. И Россия попыталась это презентовать как часть, скажем, мирного урегулирования с ее стороны, что является полной ложью и фарисейством. Очевидно, что Россия поэтому и торопится заключить договоренности, поскольку понимает, что в ином случае, если война затянется, Украина начисто разобьет Россию, вместе с ней весь ее имперский престиж, снобизм и прочее. Поэтому я думаю, что здесь очень важный пункт, это, конечно, пункты европейской интеграции. Мы уже слышали из уст представителя страны-агрессора господина Мединского, что Россия не против вступления Украины в Европейский Союз. Более того, соглашение о безопасности для Украины как бы обязывает всех гарантов делать все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. Это как раз то, что хочет наша страна и то, за что бились и боролись поколения украинцев, начиная от революции на граните 1991 года, потом оранжевая революция, революция достоинств. Это были все революции, которые касались и утверждения украинской идентичности, и утверждения украинской идентичности в контексте европейской интеграции. Поэтому очень важно, что Украина, украинские переговорщики утвердили вот этот пункт. И теперь не остается ни одной причины, почему мы не могли бы вступить в Европейский Союз. Мы военным образом побороли страну-агрессию, Россию. Мы закрыли гештальты европейцев, которые боялись российскую армию. Оказалось, что это колос на глиняных ногах. Теперь, после того, как Россия повержена, фактически, после того, как Россия идет на эти соглашения, и даже устами своего переговорщика, советника, диктатора Путина, господина Мединского, говорит, что они не против вступления Украины в Европейский Союз. Это однозначно можно считать победой Украины, потому что здесь не остается больше ни одной причины, почему мы не могли бы вступить в Европейский Союз. Украина обязательно станет членом Европейского Союза. Все формальные причины, по которым до 2022 года откладывался процесс предоставления Украине статуса кандидата Европейского Союза и статуса члена Европейского Союза, а именно, значит, проблемы в эффективности государственного управления и прочее, это были все формальные отписки, потому что с такими же проблемами сталкивается большинство членов Европейского Союза, бюрократия в этом месте и все, что хочет в этом месте. Поэтому главная причина была как раз страна-агресса Российской Федерации, которой все боялись. Вот теперь перед Украиной открывается возможность вступить в Европейский Союз в ближайшие 7 лет. Почему 7 лет? Я думаю, что Владимир Зеленский пойдет на второй срок. И его главной задачей, поскольку он, безусловно, тоже будет думать о том, что войти в учебник истории, будет вступление Украины в Европейский Союз при его президентстве. Это означает, что горизонт вступления Украины в Европейский Союз примерно на уровне 7-8 лет, то есть до 2030 года, даже, возможно, и раньше, Украина имеет все шансы стать членом Европейского Союза. Чтобы наши действительно радужные перспективы воплотились в жизнь, надо все-таки сначала закончить войну. По вашему мнению, фактор Беларуси, который уже очевидно, что будет по другую сторону железного занавеса нового от цивилизованного мира, он является ли важным? Возможно ли полноценное вступление Республики Беларусь, я имею в виду войсками, конкретно в войну и возобновление Черниковского и Киевского направления наступления агрессора? По сообщениям советника главы Офиса президента Украины Алексея Аристоевича, более 60% контингента белорусской армии выступает категорически против участия в российской авантюре в Украине. И понятно, что белорусские военные, российские военные не понимают смысла этой безумной операции, и поэтому мы читаем о многочисленных случаях побега российских оккупационных сил с украинской территории. Ну, часть мародерствует, а часть просто бежит с украинской территории. Так вот, именно потому что белорусская армия в принципе не понимает, что ей делать в Украине, и рядовые белорусы, они с симпатией всегда относились к украинцам, белорусская армия не вступит в эту авантюру, а если вступит, она безусловно перейдет на сторону украинской армии, будет сражаться плечом по плечу с российским агрессором и с диктатором Путиным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...